Быть или не быть в городе питомнику для бесхозных собак и кошек. Быть или не быть в мечети рядом с детским клубом. Темы, непосредственно связанные с решением этих вопросов, сегодня обсуждали на публичных слушаниях мэрии. Подробности прямо сейчас. Одним из долгожданных вопросов стало обсуждение территории, на которой планируют возвести приют для бездомных животных. Аукцион был реализован в 2013 году, но не был освоен и снова был передан городу. Сейчас снова оформляется для продажи этот участок, но в связи с тем, что с 2014 года введен новый классификатор видов разрешенного использования, мы выносим на публичное слушание, чтобы изменить вид. Этот участок уже несколько лет становится причиной серьезных споров. Планировалось, что именно здесь, на одном гектаре земли, возведут приют для бездомных животных. На проведенном аукционе в 2013 году право на реализацию земли выиграло муниципальное предприятие «Горкоммунхоз». Но за три года на территории ничего не изменилось. Причина все та же – нехватка денежных средств. Этот проект, я думаю, в течение этого года, при возможности найти деньги, где-то полтора миллиона мне нужен, если это получится, этот проект наш ДИАС сделает. За право возвести приют для бездомных животных боролся и благотворительный фонд «Азира», который уже не первый год содержит частный приют с одноименным названием. Но неподъемная стоимость аренды земельного участка затрудняет борьбу за право реализовывать на нем свой вариант. Я, скажем так, писал в Министерстве земельных и имущественных отношений Республики Татарсан с вопросом, почему такая кадастровая стоимость у этой земли 39 миллионов. Я прошу изменить разрешенный вид деятельности сельхозиспользования в скобках. Вот это все, что в скобках, прошу убрать. По словам Ильхама Шакирова, это позволит значительно снизить стоимость земельного участка, что даст возможность благотворительному фонду на равных бороться за право возведения тут капитального строения. В секретарной комиссии прошу вписать данное замечание, пожелание участника публичеслушаний. Таким образом, впереди новый виток противостояния вокруг пока пустующей земли. Другим вопросом повестки дня было выделение территории под объекты религиозного культа. В результате стало известно, что в поселке Суаре появится новая мечеть. Правда, есть нюанс. По соседству уже стоит многофункциональный центр для детей. Итог работы республиканской программы строительства сельских клубов. Получается неудобно и для религиозных организаций, очень даже неудобно для культурного центра. Поэтому мы попросили расторгнуть договор по этому участке и попросили вот этот участок, который раньше предназначался под сельский дом культуры, который мы сейчас разместили здесь. Это позволит двум организациям не мешать работе друг друга, считает религиозный деятель. Всего же на сегодняшних публичных слушаниях обсудили семь земельных вопросов. Большая часть из них носила более частный характер, а выступающие по ним получили одобрение со стороны комиссии.